ой банька ай да маманька снова у павла классном месте юрта баня паш ну расскажи уже полтора года прошло как тебе юрта баня всем привет ну каждая баня каждый раз радусь на самом деле это очень волшебная банька получилось особенный пар особенные паровой пирог с которым классно работать очень классно проводить коллективные парения хочется самому попариться нет проблем накидал парочка лег на полочек собрал там верху на вытянутой руке веничек и сам себя привет сам себя попарил там где ты попарил семьей ходим с удовольствием дети очень нравится им это банька круглый год лето зима температурный режим 50 60 выдерживает никакого режима сауны даже иногда сбрасываем влажность ну паровое давление то есть ну хорошо что дверь прямо на улицу это и самая идеальная вещь которые здесь даже но потому что объем парной большой льем на камни много пара много вот и соответственно надо залпово проветрить хорошенько вот двигается справляется ну вообще в целом очень все классно ну ты знаешь я даже объяснить не могу я по москве тут пошарился по всем баням и по общественным там ржевский жар птица сандуны и по таким индивидуальным сибири вот в дзене были в питере и меня тянет обратно в юртубани понимаешь потому что даже я не знаю как это объяснить вот этот объем мне в нем комфортно хорошо много кислорода да да дышать себя спокойно до чувствуешь хорошо вот прям радуешься кайфовая обстановка я не могу это объяснить но мне хочется в свою юрту баню вернуться в красноярск и с ребятами с которыми мы гастролируем так сказать они тоже периодически с нами бывают юртубани говорят саш ну такая же история вот просто хочется в юртубани хочется ходить в эту баню ходить постоянно сложно объяснить как но прям вот хочется ну что-то на генетическом уровне каком-то знаешь такое древние зашито в этом во всем нам и же кочевники все по сути своей может быть с другой стороны там нет углов до нигде не скапливается энергетика хорошая плохая там никакая то есть только вот все намерения с которым ты пришел свой парочек отдохнуть расслабиться перезагрузиться хочешь чем пришел то и получаешь пошли хотелось бы немножко знаешь минуту рекламу расскажи где мы кто сюда может приехать только избранная я тут сейчас буду тебе рекламировать нет все могут приехать это локация называется о о дни в лесу вот после запятой о можно добавить в банные дни в лесу восхитительные дни в лесу уединенные семейные замечательные поэтической немножко запятая состоит из двух гостевых домиков и у каждой домика своя территория свой заезд своя территория своя правильная русская баня горячая купель холодная купель кострище мангальная проектор камень то есть для все для того чтобы место для приготовления пищи все для того чтобы можно было отдохнуть семьей попариться перезагрузиться везде мы делаем программы парения коллективные семейные индивидуальные программы сколько от москвы 120 километров от москвы два часа от макада ровно на сибиряков это вот вот так да и для москвы это тоже вот так по сути каждый день на работу так ездит ребят приезжайте здесь очень кайфово прям круто я сейчас на коптере полетаю вам здесь все покажу знаешь мы вот когда последний раз тебя были наверно уже год назад да я когда рассказывал ребятам как ты нас попарил я знаешь как сравнивал с тем что ты брал какой-то пар нужный и знаешь как будто какая-то такая простыночка лоскутная шелковая по мне он не ходила укладываешь да 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 очень догнаешь комфортно было так уютно ну вообще очень круто байка правильно она как раз такая идет это заботе и в парение обязательно мы у нас же голова накрыта холодными вениками мы ничего не видим мы только ощущаем конечно же никто не захочет чтобы его обожгли соответственно должно быть в этом тепло горячо жарко и вот такие кондиции вот это когда тепло мягко даешь вот это вот это просто кусочек пара снимаешь и аккуратненько его веничками набросал и укладываешь это реально вот как одеялко такое одеваешь укутал познакомил тело с паром все все наши рецепторы сказали все будет хорошо все будет мягко приятно комфортно вот и начинаем уже потихонечку потихонечку увеличивать ну опять же вначале происходит диагностика смотрим сколько телу нужно сегодня как где его кондиция и все и мы не даем больше чтобы не обжечь не даем меньше чтобы не догреть ты знаешь я еще заметил что за полтора года у тебя с двунеткой вообще ничего не произошло да по сути ты и чистил худрофтим чисткой нет ну просто вот когда мою баню я иногда вот там если листочек на 2 нитку попал его прям со шланговой водой смыл ничего не произошло не произошло да потому что у нас ребята в бархат парке у них кое-где появились пятна и я говорю да вы возьмите 2000 просто почистить и все нормально будет проблем нет они города нет и взяли все зашили до осины из ты знаешь могу объяснить что-то изменилось потому что скорее всего теплоемкость другая у дерева и она где-то там сидели вы еще сама фонит она же нагревается да 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 и потом она греет она греет по-другому и вот ну у нас сауна почему в сауне 100 градусная жарко и что сделать сауны чтобы не было жарко мы заходим туда открываем окна двери берем холодную воду со шлангой и льем на все стены чтобы их остудить но нужно помимо печи тебя еще греют стены потому что они опять же когда мы поддаем на то есть первый пар он уходит почему всегда пара парную хорошо увлажнить любую там залили ну деревянную потому что дерево на себя заберет и пар ты подаешь на камни а где пар а он весь в дерево ушел дерево за его забирает соответственно с деревом ну приспособиться просто но немножко по-другому любая баня она в любом случае разная и к разной в бане нужен свой подход мне кажется из деревом тоже там можно просто поиграть поиграть да ну для эстетики можно чтобы не было трубы поставить вентилятор и диммер там на 12 это вот володя ефремов так говорит все время поставьте поставки но современным ногам там это миру этой володя и инженеры вот володя ефремова тоже многим бани рекомендуют ставить именно как раз ну при то есть нажал кнопку но это как бы удобно то есть нажал кнопочку и все у тебя пошла при . ну принципе это интересная тема ну вообще здесь ну хватает этой вентиляции для того чтобы опускать пар я неоднократно снимал когда печки еще не сильно разогретая когда пар еще виден когда камни ты наливаешь а это у тебя хамам прям их прям огромный пирог пирог и он в медленно-медленно вниз опускается весь он ложится на полочек ниже полочка опускается то есть движение то есть но в целом работает достаточно и быстрее не надо потому что все таки когда работаешь индивидуальным парением этот же паровой пирог тебе и на голову опускается и поэтому мы когда парим и пирог взяли и на гости его положили там положили раз на икорки прогрели отщипнули кусочек пирога на бедрышки погрели отщипнули там поясничку спинку погрели соответственно вот это быстрое движение принудительно она не нужна она наоборот смешает все это дело и для коллективной программы хорошо а вот для индивидуального парения все-таки пироговое парение это лучше когда ты работаешь с пирогом ты отщипываешь и даешь им настолько сколько нужно гостю не больше не меньше а вот именно его же кондицию поэтому но меня устраивает двунитка удивился все отлично переживал за нее час полами с полами проливные полы нормально идеально если баня в нашем режиме работает вот но это как семейная баня то есть 2 раза в день но наемный сотрудник и уберет за 40 минут ну это можно здесь я просто есть чем сравнить вторая баня у меня с керамогранитом с теплыми полами и там конечно берешь водосгон и и это гораздо легче и быстрее то есть этом парную убрать но после себя на 7 минут и парная убрана здесь но это может быть вот первичная уборка минут 15 займет но это сразу мы там подметать листики не получается это надо водой со шланга прям мы открыли трапики где у нас слив и все туда вот убрали все потом баня просыхает мужа вот ну это на строительстве другие деньги при стоять другие деньги конечно это надо и трубой пол это усиление пола и стяжки и сам теплый пол это сколько сама ну по разуклонки трапы сама керамогранита он еще скользкий это тоже очень важный момент и всегда надо учитывать надо либо брать сразу не скользкий либо какие-то покрытия тоже изучают либо сверху опять же трапики времени опять же драки ну ну в целом хорошо зимой всегда босиком всегда полы теплые баня без подогрева вообще там ничего не греется баня перемерзаем и там из электричества только светодиодная лента свет все то есть там она ну постоянно то есть когда не пользуется она перемерзаем мы приходим два с половиной часа баня готова и полы по полу ходим и босиком вода не перемешает а где там вода тоже воды нет я поступаю с и шланга только но это такой поливный шланг туда заношу просто он где-то у тебя спрятан сматывается надо я в этом году заведу заведу воду и сделаю чтобы в самой парной вам ее можно было слить с крана маленький краник а то что вы именно вход в землю маленький греющий кабель то есть в самой трубе тут чуть-чуть осталось мне прокопать и заведу что подобным ваша скажи пожалуйста про печку какая здесь предсказать ну здесь авангард стоит чугунная ну-ка хватает она у тебя запасами я прям настолько доволен этой печью словами не передать одна из любимых печей очень классный пар очень там хорошо греется камни можно очень быстро она подтапливается я был эксперимент с печью это мне был запрос попарить шестерых индивидуальной программы парения но все равно у нас в программе парения и предварительный первый пар и солевое прокатывание потом мы разделились на две группы девочки пошли в купель на часик там пить чай болтать купель отдыхать ну и надо заходить парной мы с ребятами пошли париться и мы троих троих попарил индивидуальным по очереди с контрастом с возвратом назад с догревом и потом на один полочек уложил отдыхает я в этот момент беру второго начинаю парить второго тоже контраст выход догрев на другой полочек лежит отдыхает веничками накрыт третьего беру точно также попарил все потом поменяли с девочками итогу точно также с ними потом все вместе вернулись и дальше медитативные заходы прощания с паром наполнение травяными отварами то есть программа длительная насыщенная было я вылил на камни 120 литров воды холодный холодный теплый первые 20 литров были теплые потом тяжело было добывать воду лень был добывать воду с паровара постоянно заливаются ждать она быстро нагревается сливать ее ну вот это вот я тем более печку испытывают то есть налива холодную идеально выдавал и еще остаток был ну да я подтаплива то есть любую печь по белому нужно подтапливать по серым по черному номер от наоборот убираем всю залу убираем чтобы там не было ни ничего горного газа никакого горения но какие минусы за полтора года что ты заметил все равно какие-то минусы наверно же есть чтобы ты добавил изменил ну наверное единственное что вот коллективное парение хорошо все в индивидуальном парении чуть-чуть низковат мне немножко приходит паровой пирожок но это конструкция моей бани у меня подовые полы там 150 сантиметров и еще обратные лаги и плюс трапики и в итоге вот так у меня в тему юрту надо поднять либо стенку юрты поднять либо полы немножко опустить и вот мне вот еще бы 15 сантиметров и прям было бы классно но у тебя стенки 17 а у нас есть 21 соответственно тебе бы в самый раз да да вот это вот самый раз хотя вот для парения лежа все идеально в этой юрте то есть ты лежишь поднял веничек паровой пирог его достаешь этот пар ты себе прикладываешь это вот когда сама парение коллективные бани когда проводится также не индивидуально всех паришь организованное мероприятие вот и соответственно это очень удобно ну в принципе 17 40 сантиметров там ну в любом случае достанешь потому что первых бани конвекционная то есть там если при . и вентиляции снизу соответственно там по ручку он сам опускает переизбыток даже мощности здесь у нее может быть переизбыток зимой она вот тут авангард 40 и в сетке сетки вокруг там 200 килограмм жиды то это как раз идет отсечение инфокрасного излучения вот если надо эти камни тоже можно использовать принтер и чугунные внутри внутри чужие ядра и нефрит закрыты камень вот смотри если допустим зимой ты приехал на улице минус 20 у тебя юрта холодная ты затопил через половину часа летом полтора часа и можно уже максимально по этом да я знаю что ее можно чуть-чуть перегреть но ник но в принципе ну как им но не привели просто мы раньше начинаем париться то есть если наверно подольше и топить она может быть и будет переизбыта но мы когда уже начинаем лить воду на камни у нас температурный влажностный режим в норме венички всегда то есть я их один раз запарил потом я с ними никогда их воду не не окунаю они не пересыхают они не перевлажняются то есть ну полист веник это самый вот гидрометр самый лучший если они на поле на полочке лежат с ними ничего не происходит и не высыхают значит влажности хватает если они не мокнут настолько что шлист рвется тянется то значит нет переизбытка влажности то есть какой режим как ты считаешь идеальным именно в юрте влажность температура 50 температура 50 60 влажность 60 температура ну тоже хорошо но тогда меньше поддаешь на ко мне чуть чуть меньше пара вот все-таки 4550 когда там же каменка большая как температура ко мне много и вот когда ты именно больше парение идет именно паром то есть поприятнее но с другой стороны опять же вот если это там фестивальная площадка если допустим использовать юрту на выезд какой-то фестиваль я видел с такой же печью тоже приезжают на фестивале классно паре да там наверно 60 делаешь чтобы она не проседала и ты коллективные парения проводишь но ты визу не спаришь 15 часов в сутки она в работе и вторые сутки и потом еще и третьи сутки как правило это вот в таком режиме работает друзья но мы пошагали в баньку сейчас у нас начнется парение от павла в общем скоро вы все узнаете пошагали а Субтитры сделал DimaTorzok Хотел вечером вам показать Сафари Тэнк, как выглядит классно Жаль, что это не юрта У Паши все Подсвечено Идем к нашей юрточке Будем сейчас Ревизию делать Все опять изучать Как она за полтора года Сохранилась Так, ну давайте посмотрим Есть такая Приставка Она у нас 10-15 см Это сотка Она 13 см За счет того, что 10 и 3 Согласен И здесь получается 5 и 8 2,5 7,5 это дюймовка И здесь 12,5 Нужна для того, чтобы С разным ростом Работать, например Ну с высоким парком Высокому человеку Да, высокому пармастеру Например Руки опусти Будет очень удобно Если у него Рост 190 Он спокойно будет стоять На полу И работать с комфортом На уровне руки Ну а если ты сюда Подойдешь Вот этот полок Мне подходит Да, отлично Ну то есть все Человек лежит Мы отталкиваемся От уровня спины Что руки Когда согнули В локтях Веники должны Лежать на спине У человека Все Давайте сейчас Полык вскроем Посмотрим Как нам дела Вскрываются легко Тут уже щит большой Ну полок Давайте этот подвинем Так Мы вскрыли полы Проливные Для того Чтобы Посмотреть Каким образом Они устроены И как Они Себя чувствуют Спустя Полтора года Давайте Это двинем Сюда И посмотрим Здесь Как раз Сейчас Нужна уборка Здесь Желоб Вода Выпекает И листочки Нужно Собрать Убирать Ну это Нужно делать Как часто Я думаю Это нужно делать Раз в неделю Но это Не каждый день Делается Ну вот Что говорит Вообще Само банное Пространство И здоровье А конечно Ну каждый Диктует Сам себе Правила И кто-то Настаивает На уборке Каждый раз После гостей Мы говорим Про коммерцию Сейчас Мы сейчас Не про Собственный дом У нас в неделю Хотите Открыть Свой бизнес С окупаемостью 6 месяцев Тогда это Предложение Целиком Полностью Для вас Мы больше Не продаем Юрты Мы продаем Франшизу Юрты Бан Причем Этого продукта Нет Аналогов В мире Тоже Наши клиенты Это предприниматели Готовы инвестировать С умом У которых Есть земельный участок Есть банные комплексы Возможно Сеть глэмпингов Или турбазов Присоединяйтесь К нашему сообществу И получите Франшизу Баня В которой Воплощено Все От идеи До конечного Результата Как минимум Я видосы Сниму Вручили А это Тебе Открыться Круто Спасибо От гейских шуток Да Это наша Подушечка Благодарю Отлично Ребят Ну вот Мы Павла в гостях И Основная история Мы готовимся К франшизе Юрта Баня Через 2-3 месяца Продаваться не будет Только Франшиза Поэтому мы сейчас Все тонкости и нюансы Вместе с Павлом Обсуждаем Но многие вещи Вы даже и не увидите Это будет У нас На закрытых Каналах Для франшизы А завтра Мы к Ивану Едем Это тоже Друг товарищ Павла И Кляхова Такие дела Пошагали Про воду То есть Паш Если Слить Здесь Воду Зимой Она Уйдет В землю Конечно Уйдет В землю Тем более Здесь она теплая Сливается Там Она Сливается Сколько В скважине Вода Плюс Четыре Плюс Шесть А на стороне Теплее Снега Теплее Ну она Вся проваливается То есть Она не Бежит В лед Не превращается В лед не превращается И Ну Горячих Вообще С ней вопросов Нет Там Два метра Ну там Труба Выходит Где-то Вот Она Закопана Здесь Немножко Дренажная Тоже Чтобы Деревья Могли Пить И Выходит Вот В середине Леса Просто Двухметровая Небольшая Лужа Пока Вода Льется И Она Сразу Под Себя В землю Уходит Даже Взять Банны Спас Или Банни Фест Там же Все Приезжают Бани С Купелями Они Все Под Себя Воду Эту Сливают Там Образуется Лужа Небольшая Час И Нету Эту Лужу А Что Зимой С водой Она Когда Замерзает Где Именно В Купеле Да Может Залить Замерзнуть В сливе Снизу У меня Гибкая Подводка Если Там Какой То Переход Будет Не Тот Ну Соответственно Слилась Вода Чуть Проблема Ну Когда То Что Было Да Я Брал Насос Дренажный Откачивал Таким Путем Ну Просто Слив Не Мог Слиться Я Насос Обросил Шланг Отвел Сторонку Слил Вот А Остаток Уже Этот Ну Ну И Потом То Лим И Феном Наверное Залазить Снизу Немножко Прогревал В общем Если Везде Есть Уклоны Везде У Сливов То есть Все Прям Сделано То Вообще Никаких Вопросов С ней Не Должно Не Ну Реально Скажи Честно Ты Сливаешь Воду После Каждого Клиента Я Скоро Буду Даже На Своей Странице Везде В соцсетях Писать Что Это Наше Преимущество Потому Что Сколько Я Общаюсь В чатах Ассоциаций Глэмпингов С Владельцами Разных Глэмпингов Отелей Сколько Мы Общаемся Все Не все Многие Химию Добавляют Ищут Варианты Очищать Воду Фильтровать Потому Что Это Работает В больших Комплексах Аквапарках Больших Бассейнах Почему Здесь Не может Работать Здесь Два Куба Воды Всего Лишь И По сути Это Ванна А как Не слить Сам Дни Потом Не залезешь Даже То есть Этика Этика И На самом деле Я смотрю Сколько Людей Пытаются Все Таки Добавить Физику И Добавить Какие Фильтрации Я буду Всем Говорить Что Это Наше Преимущество Что Мы После Каждых Гостей Снимаем Ну То Есть Ты Перекись Добавляешь Не Добавляю Я Перекись Мою Деревяшку Щеткой У Тебя Не Пластик Верхний Уровень Вообще Здесь Фишка В чем Если Как Наш Пластик То Там Просто Губкой И Она Все Уходит Пластик Легче Мыть Дерево Эстетика У меня Купель Деревянная Листинца Здесь Купель Осина С Пластиковой Вставкой Пластиковую Вставку Это Быстро Щеткой Полностью Натер И Ушел Опять Подходишь А она Шипит На тебя Пластиковая Видео Даже У себя У нас На канале Выложил Который У меня Во дворе Стояло Я удивился Берешь Губку Чистишь Вот Просто Десять минут Да Какой Ну да Две Три Минуты Как Ванна Акриловая И Очень Быстро Ну Два Часа И Еще Полторы Пачки Часа Три С Половиной Ну Это При Какой Температуре Ну Она Скважина Всегда Одинаково Ну Летом Шесть Зимой Четыре А нам Иток Все Равно Сорок Нужен Ну Короче Ну Зимой Может быть Возможно Может быть Там Четыре С половиной Пять Часов Подожди Зимой То Это Во сколько У нас Сибири Минус Тридцать А у вас Да У нас Тоже Тут Минус Тридцать Дровами Брикетами 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 А подожди А какой Расход Брикетов Зимой Четыре Сполаги Пачки Летом Три Сполаги Пачки Скоро Пачка Стоит Сейчас Ну Не знаю Сколько В магазине Стоит Надо Покупать Летом Фуру Ну Примерно Дешево 130 рублей Ну Наверное 130 Я покупал По Тридцать По Тридцать По Сорок Плюс Доставка 55 Мне вышло Если Летом Брать Вот То есть Надо Покупать Оптом Друзья Оптом Надо Покупать Сейчас Вроде 5000 Тон 96 Пачек Вот 20 Тон Фуру Я Использую 6 Веников В парении Ну Допустим Семейное Парение Пара Ну Чаще Семейное Парение Это Две Пихты Два Береза Два Дуба Три Вида Трав Соль Эфирные Масла Если Будет Медовая Латка То Мед С Ягодами Мед С чем Небось И Какие-то Что Ещё Матрасы Валики Ну И Соответственно Чаша Ну Чаша Музыкальная Какие-то Инструменты Многоразов Многоразовый Этот Ручеёк Ну А смотри Паш Сколько Стоит Должно Парение Вот Я вот Этот Сейчас Список Сказал Что туда Входит А ещё Добавить туда Обучение Там Уже За полмиллиона Перешло Сколько Уже Потрачено На баню Сред Сколько На это И Соответственно Сколько Вопрос Должно Парение Поэтому Ну Надо Всё Просчитывать Учитывать И смотреть Чтобы Было Самому Внутреннее Комфортно Ну Вот У тебя Сколько Парение Стоит Медовую Латку Допустим Вот 5000 Можно Либо Вот У меня 20000 Это Круговое Парение Ну Там Какая То Либо Соль Либо Либо Медовая Латка Либо Мыльновенчная Либо Соляная Что Тоже Включено Тоже То То Это Изысканное Парение И Круговое Опять Упираемся В программу Да Упираемся В программу Коллективная Программа Это Другое Это Одного Гостя Ну Соответственно Чаще Сего Семейные То Ну Это Два Гостя Ну 20000 Человек Это Прямо Наверное Самый Минимум Который Должен Быть Ну И то Это Две Это Всего Лишь Круговое Парение И Какая Одна На Выбор Либо Это Медовая Латка Либо Это Мыльновенечный Массаж Ну Потому Что Это На Все Тоже И Расходники Это Ну Средняя Цена По России Как Ты Думаешь Средняя Наверное Три Сейчас Переходит Уже К Четырем У кого Есть Купели Качели Сенные Матрасы Сенные Качели Интересный Досок Премиальные Уже Идут Ну Дорогие Там Пять Шесть Ну Плюс Купель Обязательно Допустим То есть Ну Тридцать Тридцать Пять Тысяч Это Вот Там Где В районе Одинцова Рублевка Будет Так Баня Стоять За Шестнадцать Тысяч Это Ну Где Нибудь Там В Троицке Вот Четыре Часа Там Четыре Тысячи Вот Шестнадцать Обойдется Купель Если Надо Но Двадцать Тысяч Все Равно Двадцать Тысяч Тридцать Тысяч Вот Сумы Слушай Ну Смотри В моем Понимании Купель Должна Стоить Не Меньше Пятака Потому Что Мы Ее Сливаем В идеале Это Там Шесть Семь Тысяч А Баня Должна Стоить Наверное Не Меньше Трех Четырех Тысяч Час Потому Что Ты Тоже Туда Сил Энергию Коллективная Она Для Одной Компании Для Одной Семьи Если Это Коллективный Заход Это Другие Ну А парение У тебя Часа Два Три Занимает Этих Двух Человек Условно Ну Там Уже Проработка И Там Вот Мы Два Пармастера Вот Едем У нас Там Баня 90 тысяч Получается Парение Двоих Семейное Парение Из них Где-то 35 Наверное 30 Это Аренда Ну И Стоимость То есть Ну Соответственно Вот Куда Вот Человек Другой Место Силы Четыре Стихии Эти Жар Птица Только Которые В Москве А Наверное Больше Загородный Комплекс Там Вот 70 тысяч Программ Парения Для Двоих Там 70 90 110 115 То есть Такие Ну Там Все Включено Не Сейчас Павел Говорит Что Женские Бани Женские Кто Как Называется Ну Женские Бани Пармастерицы Женские Баны Круги Индивидуальные Женские Бани Всякие Сакральные Пеленания Обрядовые Бани Женские Там Это Очень Развитая История Потому Что Ну Ну Очень Развитая Бани Для Беременных Беременяшками Собираются Там На мягком Пару На 37 40 Градусов Они На одном Баку На спинке На втором Баку Погрелись На мягких Кондициях И Это Стоит Дороже Чем Обычно Ну И Вообще Женские Баньки Да Это Такая История А Там В основном Пармастерицы С ними Работают Чаще всего Да Чаще всего Да Ну а что беременные Не будут Мужиками Мы сейчас Делаем Наоборот У нас проект В паре На паре Мы будем Всегда парить Вдвоем И Мужское И женское В каждом теле Есть мужское Женское И когда Энергетика Тоже При парении И даже Мы Одного Человека Парим Меняемся То есть Парят Сразу И мужчины Ну и парень И девочка И энергетика Разная Это Легче Это Встаешь Я даже Знаю Что У нас Красноярске Есть Программа Ну то есть Вот У девочек Есть проблема Что Они с молодости Начинают Ну заниматься Сексом И имитируют Оргазм Тем самым Притупляют Свои чувства И потом У них возрасте Ну проблема Что они не знают Что такое Настоящий оргазм И есть программа Где им Ну массажами Внутри Ну именно Это уже закрытый канал Для пармастеров Там специальные Пармастера Нет Там специальные Пармастера Это стоит Сотка У нас Доброе утро Сегодня И На природе Спится Очень круто Пойдем Касдевить Сейчас Опять В юрту Баню Посмотрим На голодный Желудок Утром На это все Повстараемся С чистого Листа С утра Заходим В юрту Включаем Свет Ой запах То какой Ребят Кайф Ну я больше Хочу проверить Все таки Ага Звук Звук Насоса В общем Я хотел Проверить Больше Сухость Насколько Здесь Все Высохло Как Рекламировали Как Декларировали Здесь Попробую Поднять Ну вот Так Ага Тут Так Не поднимешь Ну здесь Штучка Такая Кстати Смотрите Нужно Ногу Оставить Жестко Сейчас Попробую Поднять Здесь Наверное Да Здесь Еще Сыровато Но Лужи Не стоят Точно В чем Прикол Что Они Большие Я бы вот здесь Обрубил Вот здесь И было бы удобно Это все Поднимать Келеты Кстати Хотел посмотреть Келеты Обычные Но я бы Для них Все таки Ну да Рух Обычные Келеты Я бы для них Все таки Сделал Какой-то Красивый Резервар Коробку Бокс Чтобы они Тут Не крошили И тем более Под полок Все это Не уходило Я продолжаю Медитировать В юрте И Все таки Двунитка Спустя Полтора года Но она Как новая Не пятнышко Не пятнышко Устин Смотрите Здесь Чего только Нет Веники Они могут Намокать Но пятен Ну какие-то Небольшие Есть Но я даже Их сейчас Не могу Сходу Найти Двунитка Чистая И камни Еще Теплые Прошло 14 часов Камни Конкретно Теплые Местами Даже А вот Тут еще Горячие Ничего Настывшие Меньше Почти Не теплые Теплые Я думаю За счет Камней Я был Удивлен Что Светодиодная Лента Обычная Дает Столько Света Света Действительно Много И На одной Светодиодной Ленте Освещение Происходит В юрте Классно Тут Просиликоненное Ну Сами Видели И сейчас Видите Как здесь Светло Совсем Чуде Не забыл Показать Вам Бутыл На очень Аутентично По простому Мне нравится Ополоснуться Водичку Включили Душик Полился Что еще Нужно Такой Душ Это наша Табличка За полтора Года В принципе Она почти Не Видоизменилась Поэтому Я считаю Ее нужно Оставить Такой же Она Свою функцию Выполняет Получается Паш Поменять Можно Через 2-3 года Полы Да Ну И то Не уверен Я вот Их Ну Они Промашины Обработал Ну Потому что На полах У нас Ну теплая Температура Но Но Больше 30 Не бывает Она снизу Поэтому Ну Долго Будет служить За то Чтобы В парной Вообще Не обрабатывать Вообще Ничего Ничем Никогда Чтобы Дерево Если Она Впитала Она Также Высохла Отдала Если Мы Закроем Это Каким То Воском Еще Чем Нибудь Капелька Пар Тем более Найдет Свою Дырочку Он Туда Зайдет А вот Назад Если Будет Проблема Выйти Просохнут Зарвет Он Будет Там И Будет Может И Перейти Самая Деревяшка Самое Главное Правило Чтобы Просто Тем более Здесь Температура Припады Там Солнце Снаружи Тоже Влияет На него Ну В целом Что Ну Я Смотрю Реально Как И Говорили Двунитка Все Хорошо Хорошо И Нету Инфокрасного Не Инфокрасного А Если Была Вся Была Вшита Деревом То Печку Надо Было Немножко Там Другую Ставить Поменьше Потому Что Дерево Оно Нагревается Потом Дерево Греет Помещение То Есть Оно Отдает Соответственно А Здесь Сейчас Особо Фонить Нечему Печку Инфокрасную Мы Закрыли То У нас Грубо Говорят Только Печь Только Пар Только Камни Вот И Этим Все Мы Паримся То У нас Нету Излишнего Тепла Именно От стен Которые Одно Место Дали Здесь У нас Вентиляция Про которую Мы говорили Идет Из-под Пола Полок Поставив ее Мгновенная Разница Сразу же Поменялась Без нее Полы Не высыхали Но высыхали При открытой Двери То есть По старинке Как надо было Парную Чтобы Просушить Надо Открыть все Окна Стены Включить Печь И тогда Вся влага Уходит Здесь все-таки Влага Уходит В печь Так как Топка Внутри Это Раз Вентиляция Вторая Вот это Баста Вентиляция Тоже Она работает Тяга Есть У нас Приточка По печи С улицы Второе Дыхание Тоже Приточка Можно сказать Соответственно Почти 200 Приходит И 200 У нас Уходит Ну смотри У нас Наверху Пакля же Обычная Она сухая Ну и она Сухая И я смотрю Там Видно Что она Как новенькая Тоже Она высыхает Все сухое На утро Приходишь Она вся Сухая Листики Шуршат На полу Ну а что бы Ты еще Переделал Не знаю Люблю Эту баню Ничего Не переделал Серьезно Что тут Переделать Ну не знаю Ну Может для Какой-то Мощной Коммерции Удобнее Керамогранит Полы Легче Выбирать Ну мы Это Мы Это Обсудили Понятно Одного Раза В день Если она Топится Хватает Времени Спокойном Режиме Диодная Лента Да Вообще Так Светло Да Без нее Посмотри Ага Уже Ну Что Тоже Светло Кайфово Да Он Такой Не надо Отъезжать Идите На улице Кайф Ну Чугун Чуть Да Ну Чугун Потому что Она Пермерзаем Не топится Ну Эту Шерюмочку Ее Можно Поменяться Она Выкручивается Это Маленькая Одна Деталь Внутри Ты все Высыхает Просыхает Это То Что Именно Наружная Часть Все Таки Баня Перемерзаем Они Не топятся Ребят Я Честно Вам Скажу До Павла Максимально Докапываюсь Потому что Хочу Найти Какие-то Косяки Я Просто По жизни Всегда Говорю Не Спрашиваю Не что Нравится А что Не нравится И Получается Сейчас Мы вам все Рассказали Полтора года Прошло Это Немалый срок Для Такого Использования Да Для коммерческой Бани Это Немалый срок И Я говорю Все Почти Все Как Новенькое И Я Павлу Вопросы Задал А Как думаешь Сколько Прослужит Юрта И Мы Думаем Что Очень Долго Ну Адекватно Поэтому Вот Еще Кстати Сейчас Покажу Видите Пошла Смола Но Как раз На тот Момент Мы еще Не знали Что Делать Нужно Из Кедра Сейчас Мы Делаем Из Кедра И Вот Получается Здесь Здесь Да Два Столбика И Одно Стропило Да Очень Сильно А в целом Все Остальные Все С ними Нормально Да Все Остальные Нормально Но Сейчас Мы Делаем Из Кедра Поэтому Мы Учимся Постепенно Улучшая Не Ну Я Чувствую Даже Когда Ты Разговариваешь Про Баню Про Юрту Баню Ты Разговариваешь Ты Рассказываешь Как о Своем Ребенке Ну Да Это Чувствуется Очень Сильно Конечно Конечно Это Детище Это Столько Тут Прям От Самого Рождения Создавали Любили И Как Мы Сейчас Пользуемся И Каждый раз Радуемся Каждый раз Вечером Ложишься Спать Это Каждая Клеточка Тела Расслаблена И Правильная Мягкая Расскажи Кстати Про Лайфхак Это Твоя Тема Что Здесь Для Ног Качелька Качелька Для Ножек У нас По формуле Здоровья Голова Должна Быть В холоде Ножки В тепле Руки В работе Живот В полуголоде Душа В тишине Вот Поэтому В баньке Нам надо Прогреть Ножки Это Одна Из Основных Задач Вот Многие Делают Качельки Эти К потолку Прикручивают Там Верелочки Их Там Спрятали Раз Весили Ножки Поставили И Греем Здесь У нас Под углом Потолочек Поэтому Вот Сделали Стационарные Такие Качельки Виктор Удобно Можно убрать Их Можно поставить Их Можно Пододвинуть Ближе Дальше Поставить Одни Качельки На Два Человека Лягут Поставят С той Стороны Два Там Ну Вот Так И сделали Так Качельки Классно Лайфхак Лайфхак